Язык, над которым мы работаем и который, в общем, будет в Ergo внедрён. Рабочее название у него Sigma State. Ничего мне пока не придумали. В принципе, об этом языке сейчас поговорю, как о конкретном примере некого языка, который учитывает то, что было ранее, и старается сделать что-то лучше. В языке мы имеем некие криптографические протоколы, над которыми мы строим более обобщённые программы с, во-первых, эффективным исполнением. То есть, как вы помните, сейчас ещё покажу, есть такое понятие контекста, к чему мы обращаемся во время валидации программы на языке. То есть, это некий концепт, оторванный от языка, но очень важный для того, чтобы иметь гарантии эффективности исполнения. В эфириуме этим контекстом является вообще всё множество учётных записей системы. И на самом деле это уже нехорошо, потому что как только вся эта структура становится большой и на большинстве машин начинает жить на жёстком диске, сразу же открывается пространство для спам-атак. Собственно говоря, осенью 2016 года был ряд атак подобного направления. В биткоине даже были в 2013 году. То есть, как только у вас структура, которую вы используете для валидации транзакции, оказывается большой и уходит на жёсткий диск, начинаются моментально проблемы. Соответственно, язык простой и сложность программы мы можем оценить заранее. То есть, какие-то сложные программы мы можем даже не исполнять, заранее их отсечь. Как это всё работает? Как базовый блок мы используем класс протоколов, сигма протоколов. Это протоколы с нулевым раскрытием, 0-0 протоколы, о знании какой-то секретной информации. Причём это такой ограниченный класс протоколов. Он для очень небольшого количества секретной информации. Но уже очень много можно строить даже из этого. В частности, так называемая подпись шнора, которую сейчас хотят заполучить в биткоине, в частности, она является одним из примеров такого сигма протокола, переведённого в схему цифровой подписи в неинтерактивную форму. Такие понятия из скриптографии. То есть есть целый класс протоколов, которые можно однозначно перевести в формат подписи цифровой, которые, соответственно, эффективны по сравнению с общей криптографией, с нулевым раскрытием. Потому что мы работаем с очень узким классом конкретных задач, для которых мы знаем эффективные варианты, доказательства, секретов. И что хорошо и что используется в языке, и их ещё можно соединять между собой, эти разные протоколы через связки OR-END или пороговую связку KAIZEN. Соответственно, что у нас хорошо, что объединяя разные вот эти вот криптографические протоколы, сигма протоколы, мы получаем опять сигма протокол. То есть мы опять же знаем, как этот более сложный протокол преобразовать в схему подписи и как из него построить ещё более сложный протокол. И эти связки, они опять же похожи на связки, которые используются в логиках. И или. Дальше идея языка в том, что, соответственно, мы объединяем вот эти вот криптографические протоколы, соединённые связками ИИЛи, с логическими прадикатами над состоянием блокчейна. Причём не всем, а только тем, которые можно очень эффективно иметь в памяти. То есть вообще тот прототип, над которым мы сейчас работаем, там в памяти никогда не будет лежать больше нескольких килобайт информации. Гарантированно. Как конкретный пример разберём вот такую вот связку. То есть высота больше ста блока, в который будет включена трача транзакция. Или, соответственно, докажи мне, что ты знаешь знание дискретного логарифма некоторого значения. Ну, это, в принципе, в неинтерактивной форме та же самая подпись шнора. Получается, то есть у нас есть приватный ключ некий, который является дискретным логарифмом от публичного ключа. То есть за разумное время при разумных параметрах безопасности нельзя вычислить дискретный логарифм для конечной группы. И дальше, соответственно, что у нас означает это утверждение, что после высоты 100, то есть если транзакция включена в блок с высотой больше 100, в принципе, может монету потратить кто угодно. А до надо знать знание секретного ключа, соответствующего публичному ключу x, который включен, соответственно, в выражение. Вот пример чуть посложнее, но абсолютно такой же. Здесь у нас кроме связки или используется связка и. То есть получается, что после высоты 100 достаточно знать только один. секретный ключ, соответствующий публичному x1. А до этой высоты, ну и вообще, в принципе, в любой момент времени, можно также монету потратить предоставлением двух ключей x1 и x2. То есть до высоты 100 это подпись 2 из 2, а после может быть и 1 из 2. Можно эти логические выражения также представлять в виде деревьев. В принципе, внутри мы так с ними и работаем. И когда нам известен контекст, то есть вот здесь, соответственно, если высота меньше 5 срабатывает, надо предоставлять знание публичного ключа, приватного ключа, соответственно, публичному x1. Если больше либо равно 5 высота блока, то ключа x2. Соответственно, если мы знаем, что высота равна 4, то мы сокращаем вот это большое дерево, маленькое дерево, даже в одном случае в одну вершину, x1, и уже дальше тот, кто подписывает транзакцию, просто предоставляет доказательство знания этого ключа x1, то есть предоставляет подпись цифровую. Проверка, соответственно, да, здесь работает как в биткоине, абсолютно. Генерация доказательства заключается в том, что сначала подставляется контекст, дальше смотрится, есть ли у вас секретная информация нужная, и предоставляется, генерируется доказательство. Потом, соответственно, доказательство включается в транзакцию, ну, те же самые подписи, и при валидации транзакции проверяется. Дальше вот этот вот контекст. В битконе он абсолютно минималистичен после спам-атак. То есть это буквально высота блока и его время. Мы также вот уже включаем больше информации у себя в эрго и вообще даже позволяем этим монетам еще иметь регистры памяти. Ну, там ограничено их количество, соответственно, поверх того расширения, что мы делаем, мы уже можем делать некие вещи, которые в биткоине невозможны. Например, вот пример простейший краудфандинга, когда вы создаете монету, жертвуя деньги некому, проекту краудфандинга, которую, соответственно, после истечения некого времени вы можете забрать назад, если монета не потрачена, то есть если до какого-то момента времени проект не собрал денег, то вы можете монету забрать назад. А если это время не наступило, то забрать вашу монету можно только в том случае, если тратящая транзакция создает выплату на публичный ключ проекта, который осуществляет сбор средств, и, соответственно, этот проект также должен собрать не меньше 100 тысяч. В общем, такой простейший пример логики кикстартера в простейшем выражении. Есть у нас также пример денег с деморейджем, то есть деньги, которые, безусловно, обесцениваются с течением времени. В нашем примере тут, получается, майнер может по истечению какого-то периода просто забрать себе какое-то количество монет. То есть майнеры вас будут все время грабить и, соответственно, изымать ценность ваших денег. То есть это, в принципе, и есть такой пример денег с так называемым деморейджем. Также благодаря тому, что у нас все эти криптографические протоколы примитиво-нативные, их можно объединять, мы имеем за бесплатно кольцевые подписи, мультиподписи. Причем эти подписи, допустим, если мы возьмем подпись 1 из 5, то в биткоине известно, кто подписывает. В нашем случае это кольцевая подпись, которая обладает свойством нулевого раскрытия. То есть тот, кто подписывает, вообще неизвестен. То есть известно, что это был 1 из 5 и не более того. Соответственно, мы можем делать все то же самое, что в биткоине. Как я показал, можем делать много. У нас есть пример уже оракулов. Сейчас работаем над миксерами, которые лучше, чем в биткоине. И на этом позвольте откланяться.